Тунисец Анис Амри начал свой путь в Европу как нелегальный иммигрант. Морем добрался до Италии. Его имя зарегистрировано в компьютере иммиграционного офиса Катании в феврале 2011. Молодой человек 92-го года рождения выдает себя за несовершеннолетнего. Его записывают в школу при центре приема беженцев. Примерным учеником Анис не стал. Он попадается на шантажи, мелких кражах и так вплоть до крупного проступка, участия в поджоге. За это его на 4 года отправляют в итальянскую тюрьму. После освобождения в 2015-м Амри перебирается в Германию, где объявляет себя лицом без документов и просит убежища. Власти берут его под контроль, определив как зачинщика. Мужчине отказывают в статусе беженца, но из-за отсутствия документов не могут депортировать. Германия ждет подтверждения личности Амри со стороны Туниса, где по-прежнему живет его мать. У меня четверо сыновей, включая Аниса. Но мы не будем считать его членом нашей семьи, заявила женщина, узнав о берлинской трагедии. Новости очень тревожные. Если все подтвердится, если докажут, что это он сделал, мы его накажем. Я больше никогда, никогда не назову его сыном. Он предал и нас, и Тунис. После берлинской трагедии выяснилось, что во время пребывания в Германии Амри был внесен в федеральный перечень из 549 лиц, представляющих потенциальную угрозу безопасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова